приветствую вас на канале redcat сегодня опять игра minecraft я строю правое крыло своего замка своего дворца в песках я уже видите начал второй этаж там где я понимаю что я хочу как оно должно выглядеть я строю а там где пока мне непонятно я оставляю то есть я не знаю насколько он будет в глубь поэтому я не могу достроить второй этаж ну а собственно справа вы видели уже начало будет следующего крыла и собственно стройка еще у меня в разгаре я уже построить и левые крыло вы видели из прошлого наверно видео уже у меня уже и крыша готова и две комнаты огромные ну а справа у меня будет еще симметричная такая же одна постройка и наверное там будет уже одна комната так я смотрю как что сделано здесь чтобы точно также сделать на противоположной стороне чтобы у меня было все симметрично вы видите довольно таки высокие у меня стены очень много песка очень много песчаника уходит на эту постройку и соответственно большая часть времени наверно тратится на то чтобы добывать ресурсы так здесь у меня эти два фонтанчика они все в порядке текут никуда не вытекают ну и собственно сейчас мы уже перенеслись немножко вперед и вы уже видите что я закончил и правую часть и сейчас мне осталось сделать еще только серединку но чтобы вам уже показать конечный результат я выбрал такой вариант на лошади я вот смотрите мой толик он уже готов полностью сейчас я вам покажу как это выглядит на данный момент уже почти все готово и возможно будут еще какие-то поправки и всякие пески надо посчищать но это уже будет после итак мы скачиваем на мои лошадки здесь у меня паркинг для лошади видите так я здесь оставляю лошадку закрывая дверки чтобы она никуда не делась и к ней никто не пробрался тут довольно таки освещено я думаю что она тут будет безопасности ну и здесь иду собственно свой дом справа я планирую еще один ход сделать в новую часть дворца который только что построил но сейчас пользуюсь так сказать другой старый песнице вот так она выглядит на такая немножко панорамная меня чтобы не было не скучно идти но здесь вот эту часть вы еще не видели я сделал лестницу на второй этаж долго думал было куча разных проектов интересных я хотел маскировать там тоже водопады делать но потом решил все упростить и сделать просто такую лестницу что это первый балкончик такой вот вид это у нас деревня там только наверно два жителя осталось по крайней мере последний раз когда я туда заходил как я уже говорил пока я строил я естественно и ночью строил часто и поэтому часть моих жителей съели большую часть даже моих жителей но это не страшно у меня есть еще на деревья недалеко отсюда собственно с прицелом на который я строил эту постройку именно здесь вы видите второй этаж вот так вот выглядит комната это основная комната ради которой собственно это все и строил мне хотелось сделать вот такую открытую террасу с балконами для того чтобы можно было здесь просто спать но все сундуки наверно будут снизу здесь вот такой вот вид он не очень красивый хотя в принципе тоже довольно таки симпатичный местами вот здесь вот у меня так сделан второй этаж и сейчас мы посмотрим собственно балкон который я проектировал задолго до постройки ну что ж вот такой вот замечательный вид мне кажется разлив реки фонтан высота как раз такая какую я хотел фонтан мне не мешает смотреть на горы на реки ну и собственно все получилось как по мне так здесь у меня вот лестничка аккуратно спускаю сейчас покажу еще остальные части этого дворца здесь я пытаюсь расчистить эту территорию криперами как вы видите от взрывов мне лень все это самому делать поэтому я периодически какими-то ночами выхожу ищу криперов и таскаю как раз вот сюда вот для того чтобы они взрывались и не расчищали потихонечку территорию вокруг моего дворца потому что в идеале конечно должно быть все как из вот этой части где водичка течет то есть должна быть голая стена здоровенная в 12 блоков где-то у меня это стена но сейчас мы зайдем замок смотрите внимательно мой дворец заходим мы через водичку поднимаемся вот в такой туннельчик попадаем вот видите как у меня красивый так из этого туннеля я уже попадаю непосредственно свой дворец я принципиально решил не ставить никаких дверей но и собственно дырок тоже не хотелось оставлять поэтому я замаскировал вот так вот вход через низ как бы через подвал ну и вот вы видите теперь уже окончательный вариант внутри тут большие витражи большие огромные мне стекла я сделал по центру ну и вот это восточная или правая просто часть крыла которые я достроил вот смотрите какие огромные окна мне очень нравится когда много света смотрите как шикарно это смотрится ну и диванчик за которым собственно у меня вход то есть я замаскировал в виде как диванчика но он как бы и даже скрывает полностью вход из-под земелья и соответственно не мешает воспринимать это как вход просто смотришь диванчик себе диванчик такой же диванчик будет теперь у меня и в противоположном крыле чем где сейчас стою и он будет напрямую уже в конюшню вести чтобы не обходить длительно через тот ход как я вам показывал по лесенке а он будет более короткий вход ну здесь соответственно надо еще тоже я планирую на какие-то статуи поставить что-то не знаю пока еще не готов сказать что здесь будет еще пол наверное из глины надо сделать будет в правом крыле тоже как-то пока все не хочется об этом думать очень много сил ушло на строительство всего это особенно с песком очень тяжело работать когда что-то надо переделать или внизу до поставить к примеру камушек какой-то или еще что-то и все получается тебе надо всю громадину из песка сбивать для того чтобы снизу камушек поставить пример но в общем это очень трудоемкие процессы сейчас я показываю вам да действительно я нашел глину спасибо вам спасибо моим зрителям подписчикам которые мне подсказали где ее искать вы говорили что она похожа на песок я все искал ну песок и песок но вот кто-то из вас писал также что она голубого цвета и вот действительно один раз нырнув я увидел такое голубоватый какой-то нестандартный песочек и вот сейчас я решил попробовать его покопать у меня все получилось и первая глина теперь у меня добыта с помощью вашей подсказки так что теперь из глины я могу делать ну во первых я могу сделать оранжевую глину обожженную которая у меня уже есть но мне не хватает для того чтобы сделать в новом крыле так сказать закончить рисунок но во вторых теперь я могу делать кирпичи это тоже очень круто кирпич очень красивый вид материала можно красивые стены делать и так далее показываю как выглядит мой дворец ну скажем так в принципе на 90 процентов наверное довольны результатом возможно второй этаж можно и пошире было бы сделать но это уже такое ну сейчас последнее чтобы хотел рассказать это показать свой дворец ночью с подсветкой как он выглядит ночью за счет того что очень много стекла все прозрачно то стены хорошо освещаются и очень много света проходит сквозь пол сквозь потолок и так далее так все в принципе мне нравится мне кажется достаточно подсветки вот левая часть правая часть единственно снизу я там еще не ставил на своей на своей стене еще вот этих вот поставлю еще тоже освещение у меня просто уголь закончился надо пойти нарыть шахте или дерево пойти нарубать чтобы потом его сжечь и сделать древесный не знаю вот здесь вот я на эти столбики еще планирую вот как здесь видите уже стоит освещение тоже надо по периметру поставить но там нужно около наверное 60 фонариков поэтому пока что такого количества нет у меня факелов так убиваю скелетика мне нужна кость от него потому что я делаю не белый краситель который уходит на то чтобы делать белые окна ну что ж я думаю что все вам показал сейчас последний фрагмент это редкет я теперь написал из акации естественно буквы так что резиденция редкет в пустыне готова ставьте лайк если вам понравилась моя постройка и до новой встречи на канале редкет всем пока